Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не могу понять, люблю ли я человека или нет, чувствую ли я к нему что-то или нет. С самого начала знакомства мне он не понравился, со временем, когда я узнал его, он прекрасен на всех чертах, мне хорошо, вместе время проводим, и это не про ресторан или с какой-то выгодой, просто фильм посмотреть или просто полежать вместе, поговорить о каких-то темах. Недавно у меня произошло эмоциональное выгорание, я сама в этом виновата, потому что чуть что, я реву по мелочам, слишком мнительно, все близко к сердцу принимаю. Из-за жизненных ситуаций я слишком нервничал и словил я себя на мысль, что не хочу быть вообще в отношении, ничего не интересного, хочется быть одной, в четырех стенах, и к этому человеку я как-будто потерял интерес, чувства, я даже не плачу, когда думаю о том, чтобы расстаться, как-будто даже легче становится. Что мне делать, помогите, пожалуйста, и спасибо за внимание. Начну я со второй части вашего текста, где лично мне показалось, что это больше про стыд и про желание сбежать из отношений, потому что человек увидит вас слабый, человек увидит вас в таком, как вам может казаться, неприглядном свете и так далее. То есть вам плохо, вы хотите из отношений уйти, это избегание. Вот я думаю, что это про потребность, точнее, про не потребность, а про стремление быть идеальным, стремление быть сильным. И некое такое нежелание демонстрировать человеку свои какие-то проблемы, свои какие-то слабости, вот, и прочее, прочее, прочее. Я не думаю, что, тут есть другая причина, вот. Дальше, значит, в середине своего текста вы описываете эмоциональное выгорание, то, что вы мнительны, и то, что вы плачете по мелочам. Нужно разбираться, нужно разбираться, что это за ощущения, какие чувства у вас там, и чего, чего вам хочется, например, потому что, допустим, мнительность, привожность, это история про, с одной стороны, подавленную агрессию, да, то, что снова вы можете быть чем-то недовольны, да, можете испытывать раздражение и как-то вот запрещать себе это проявлять, вот. С другой стороны, это невозможность центрироваться на себе, да, жить здесь и сейчас, и, соответственно, вы рисуете какие-то апокалиптические картинки себе, вот. Еще один важный момент заключается в том, что, возможно, вы чувствуете какое-то напряжение, вот, и хотели бы, чтобы оно, это напряжение, как-то вот, ну, спало, да, возможно, вот, и для этого вы делаете вот такие вещи, то есть, опять же, ваша психика, да, вам рисует вот картинки такие, то есть, ну, вот, то, что по мнению, по видению вашего подсознания, да, способно как-то расслабить вас расслабить, то есть, ну, снять это напряжение, которое у вас появилось. Вот, что касается, значит, мнительности и пригодности, то тут, конечно, потребность в безопасности имеет место быть. Это, в свою очередь, работа с личными границами, ну, необходимо, 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 необходимо работа с личными границами. Вот, почему? Потому что именно личные границы обеспечивают человеку, да, что называется, ну, чувство защищенности дает. Вот, и, соответственно, если вы, вот, ощущаете опасность для себя, значит, вот, с личными границами у вас не порядок. Вот, это первая очередь, разграничение ответственности, вот, то есть, ну, все, четкое такое понимание, да, что вы можете, что вы не можете и какую цену вы за это платите, вот, где я, где ты и так далее. Вот, ну, если с личными границами проблемы, вот, то, конечно, вы тоже будете хотеть сбежать из отношений. Вот, потому что вам будет некомфортно, в силу того, что при слабых личных границах человек, ну, взаимодействует с другим, с человеком, да, находится, находится в состоянии такого, знаете, постоянного напряжения, вот, вот, и ощущение постоянной угрозы. Потому что другой человек своей активностью, вот, естественно, угрожает. Поэтому ничего удивительного, что, испытывая определенные, ну, трудности, да, вот, испытывая, ну, какие-то проблемы, да, вот, вы, конечно, хотите быть подальше. Вот, ну, вот, человек, вот, индуитивно опасаясь, что он вам там сделает больно, да, как-то начнет вас подавлять. Подавлять. Вот. Укрепление личных границ позволит этот вопрос, в принципе, решить. как минимум. Дальше. То, что касается любви к мужчине, то я думаю, что вы можете сами себе вполне ответить на этот вопрос через наше понимание, понимание того, чего вы для человека, для человека хотите. ответить. Да. То есть, ну, вот, это чувство к нему, оно, какого рода, какую имеют направленность. Вот. К чему это чувство стремится? Когда? Ну, вот. Вы чувствуете? Любовь там, когда? Вот. Я думаю, я думаю, это так. Вот. Любовь, да. Большая направленность именно на человека, не на себя. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что хотите что-то для мужчины, то, скорее всего, это в большей степени можно назвать любовью, да, нежели чем, если вы хотите чего-то для себя, да, и вот, ну, тихотеть к этому. Что касается того, что мужчина вам вначале не понравился, потом вы его, что называется, распробовали, распробовали, да, вот тут, конечно, очень деликатная ситуация, потому что обычно мы говорим в таких случаях о привязанности, мы не, ну, мы не можем в таких случаях говорить о любви, потому что человек вам вначале не понравился, потом вы еще начали с ним общаться почему-то, да, то есть, ну, не вышли из контакта, не прорвали его. Дальше начали наполнять его чем-то своим, да, ну, то есть, своими желаниями, там, может быть, своим видением, ну, чего-то. Вот, то есть, это, конечно, вот, совсем нехорошо. Вот, поэтому тут нужно опять же смотреть, да, как и за счет чего у вас вы говорите, что он прекрасен во всем, поэтому, на мой взгляд, вы его идеализируете несколько, а у идеализации тоже есть, ну, определенные основания, да, то есть, ну, значит, человек идеализирует другого, да, когда вот несколько обесценивает себя и то, что, вот, если он сам, или то, чего он хотел бы о самом себе видеть, вот, такой человек представляет другому, и тем самым искажает реальный образ, ну, партнера своего, что является, конечно, очень большой проблемой для отношений, потому что это давит, он может давить на партнера, да, вот, может как-то раздать дискомфорт, вот, довольно, довольно сильный, довольно мощный, и, соответственно, отношения начинают ухудшаться, вот. На данный момент есть ощущение, что вы мечетесь, есть ощущение, что вы ищете, вот, куда бы приложить свою какую-то энергию, да, свою какую-то потенцию, вот, вот, но пока не знаете куда. И то вы на человека обращаете внимание, да, на мужчину, причем, который вам не очень в будущем, вот, потом лепите, лепите из него что-то свое, да, вот, то вы плачете по неравчам, то вы здесь одна хотите быть, то есть, вот, и, ну, явно здесь чувствуется какая-то внутренняя борьба, внутреннее напряжение, вот, я бы сказал, и, соответственно, вот, по моему мнению, да, именно, именно, вот, этот внутренний конфликт, который у вас прослеживается, вот, на мой взгляд, с ним психологу и нужно работать, вот, если вы, конечно, в этом заинтересованы. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!